Вот мне всегда было интересно, как рождаются бизнес-тренеры. Не думаю, что Марлан Адам не конкурент или кто-то другой. У меня направление вообще другое. А зачем вам три охранника? Для вашей личной безопасности? Да, пришлось пару раз. Были какие-то случаи нападения? За 100 миллионов покупает машину уже. Обучение более же ценно, чем авто или чем квартира. А че-то я тоже не выступаю. Я, по идее, у меня в мыслях не был стать бизнес-тренером. Я не даю знаний, я воспитываю, я меняю парадигму людей. В том году я на сцене провел 218-й. Бизнес – это командная игра. Бизнес – это футбол. Цель достигается тогда, когда имеется острый необходимость. Самое главное качество – это любовь. Человек становится успешным, потому что любит. Друзья, всем привет. В эфире Джо Сухбад. Меня зовут Динара Саджан. И сегодня у меня в гостях бизнес-тренер Аманжол Расминдиев. Аманжол, добрый день. Хайдл кун. Хайдл кун. Поздравляю вас с выходом веб-сериала «Бизнесмен». Я сейчас смотрю, что он в трендах Ютьюба. Как пришла идея снять такой сериал? Ну, это как-то, можно сказать, детская мечта. Но вы не кинорежиссер, вы не кинопродюсер. Просто вот решили, так как у вас есть большой, богатый тренерский опыт, снять фильм про бизнес. Каждый человек черпает мотивацию, вдохновение от что-то. Это от книг, или от людей, или от событий, или от фильмов. Конечно, как человек, ищущий знания, я там, по-моему, все мотивационные фильмы… Пересмотрели. Да, не один раз. И потом появилась идея когда-то в детстве. Думал, думал. И во время карантина я сильно упал. Потому что у меня была одна компания, компания «Нрайс». У нас были 11 офис по Казахстану, раздавали товары по всему миру, и все, все встал. Я ушел в минус, потерял свои, там, 3 миллиона долларов. Еще оказался должным инвестором полтора миллиарда. На карантине? Да. А что это за компания была? Мы продавали БАДы, спортивные БАДы. Омега, рыбный жир. Ну, все, что для… Да, энергетический батончик. Для качков, в принципе. Да, все этот фитнес-центр встали, и все. И бизнес стал, рухнул. А как он так в минус 3 миллиона ушел сразу? Ну, потому что у товара здесь срок годности. А в срок годности у нас, по-моему, фитнес-центры почти год не работали. Там карантин открывает, закрывает, там, красный режим, там, или там, синий вот так. И в конце все. И в это время мне было трудно, душевно и духовно. И в это время появился идея, и думал, блин, этот долг закрою. И для себя, как мотивации, для тех людей, которые вот занимаются бизнесом, им-то тяжело. Потому что бизнес, он нелегкий путь. Чтобы их мотивировать, появилась идея, и начали там в том году, в 2021 году. Вот летом начали писать сценарий, и в очередь сняли. Вот сейчас уже первый серий вышел. Вы сразу в трендах Ютьюба, без, по-моему, такой особой рекламы. Да, ноль рекламы. Это все-таки бизнес-проект, или это просто, скажем, для души? Исполнение детской мечты, за свой счет. Ну, да, в первую очередь, это не коммерческий проект. В первую очередь, для себя. И второе, это чтобы собрать побольше подписчиков. Спасибо за откровение. Для вас это важно? Да, еще мы сразу, ну, я-то бизнесмен, мы всегда что-то ищем, да, что-то зарабатывать там. Всегда есть коммерция. Первый веб-сериал, который снял один человек, первый веб-сериал о бизнесе, первый веб-сериал, который имеет свой роман, бизнес-роман. Сейчас книжка продается, мы думаем, что там продается побольше книги и окупается. А книга тоже называется бизнесмен? Да. То есть книга бизнесмен, фильм тоже бизнесмен. Да. Слушайте, к серебряной кнопке вы за какой период пришли? Я ютуб-канал открыл, по-моему, в 15-м году. Вот, получил в 21-м год. Вначале я сильно ютуб не раздевал. Это сейчас вы больше взялись за него, да? Да, вот. 21-й год. Здесь ваши все сертификаты, дипломы. Да, степень MBA, степень DBA, это европейский, вот от Роберта Киасаки. Английский владеете, да, хорошо? Слабо. Слабо? Честно. А как вы Тони Робинсон проходите? Синхронный перевод. И в основном, когда я в Америке или в Лондоне перевозил с собой. Сколько у вас книг уже вышло за нашу жизнь? Нет, здесь нету. Вот, Джудзон Пайзгаджахсу Мэршэм Дисинэз нету. И две еще книги нету. Тогда вот сколько здесь? Четыре, пять, шесть, семь. Десять получается? Да, десять. Ровно десять. Десять книг, да? Слушайте, ну классно. Сколько у вас уходит времени на написание одной книги? Самый долгий это был в Рлю, я год написал. А остальные, вот, месяц, два. Вот самый быстрый это был, кажется, Капель Купиас за пять дней написал. А вы с семнадцати лет бизнес-тренер. Это еще, знаете, со времен, времена, когда не было Маргулана Сейсимбаева, когда к нам еще не летали, ну, до карантина к нам постоянно летал Кирилл Куницкий, Радислав Гондопас, Исхак Пентасевич. То есть это гораздо раньше, чем они? Исхак Пентасевич, если не ошибаюсь, он начал 2012 год. Кирилл тоже недавно начал, он мой друг, он начал, по-моему, 15-й год. Кирилл, я вам скажу, я ему помогала в Астане, это был, да, 15-й год. Да, когда он начал, вот впервые. Я провожу бизнес-тренинги тоже с 2014 года, а до этого, вот, с 2008 года, я вел тренинги по реторике и по продажам. Это не бизнес-тренинги. А кто вот вам подсказал эту идею? Это сейчас так модно, да, быть там бизнес-тренером, бизнес-коучем? Нет, в то время вообще люди не понимали, что такое тренинг. Вы понимаете, 7-й, 8-й год, никто не знали. В это время, по-моему, появился фильм «Секрет», и все вдохновлялись. Первый тренинг, который я пощал, это был, это тренинг по здоровью у Марзака Рима Нарбекова. Есть такой человек, Марзака Рима Нарбекова. Конечно, знаю. Я у него проходил оздоровительные тренинги по здоровью, и в это время я сам занимался бизнесом. Мне было 16 лет, ну да, в принципе, потому что мама болела, и мне пришлось как-то карабкаться, ну как мужчина. И еще я, по-моему, работал в это время, продавал этот продукт с компанией «Орифлейм». И в это время какой-то мой друг предлагал, пригласил меня на мастер-класс. Он стоил 30 баксов, однодневный, провел Роберт Флетчер. На мастер-класс они продавали там какой-то курс, по-моему, 40 дней было. Он был 3600 долларов. Думал, думал, но рисковал, у всех занимал долг, и я этот тренинг прошел. И после этого уже начал заниматься бизнесом, тифографию открыл. И в это время как-то мне, как один лидер в компании «Орифлейм», позвал меня, чтобы я мотивировал молодых дистрибьюторов по раторике, по продаже. Но у меня получилось. Потом лидер этого дистрибьютора мне предлагал, оказывается, есть какой-то университет, академия в Москве, именно целенаправленно, оказывается, там воспитывает бизнес-тренеров. И после школы сразу я, у меня был грант в Казгу на Филфак, я отказался от этого гранта и платно уже поступил в Москву. И там модульная программа, пять модулей проходил. А что это за университет? Международная академия лидерства, премгу. То есть заканчиваешь в конце, человек заканчивается, в конце получает диплом бизнес-тренера. Ну, там тренера Вадим Воловейк, можно знаете, Игорь Незаевачко, и Марк Атласов, Софья Атласова. Ну, это они тренеры из союза к союзу вообще. Вот мне всегда было интересно, как рождаются бизнес-тренеры. Да, вот сейчас у нас история как раз вот такая успеха. Вот люди, которые платят, Нарбекова платили, да, там, Пентасевичу, Гондопасу. Ну, то есть 99% людей, которые идут на тренинг, они просто приходят получить знания, да. И только 1%, мне кажется, может, смотрит на этого тренера и думает, а что это я тоже не выступаю? Я, по идее, у меня в мыслях не был стать бизнес-тренером. Это просто случайно. Вот пошел, мне понравилось. Тем более до этого я участвовал на ITES, я был журналистом, и это для меня легче было просто. Вы так говорите, я это успел все сделать. Вам было тогда 16 лет. Да. То есть вы до 16 лет все успели? С третьего класса занимаюсь бизнесом. В ауле металл продавал. Вот покупаешь дешево, продаешь подороже. В третьем классе? Да. Ну, вообще-то я вам верю, потому что у меня сын с 9 лет тоже. Ну, нормально это, потому что, понимаете, это вопрос, не хочется или не хочется. Вопрос просто был тогда надо. Потому что маму надо помогать, бабушку надо помогать. Но, конечно, я не говорю, что там зарабатывал такие бабки. Ну, по-моему, месяц 10 тысяч тенге. В это время учителя, по-моему, зарабатывали месяц, вот 10, по-моему, 15 тысяч тенге. Потом вот поступил в школу Дарын, Штуканский. И там же уже, когда я поступил, мама уже заболела раком, а мне пришлось ей помогать, покупать лекарства. Это тема долл, аналог химиотерапии в виде таблетки. И потом вот так все сложилось. Это просто удивительно. Сколько вам сейчас лет? Мне сейчас ровно 30. 30? Да. Вы в году сколько дней работаете бизнес-тренером? Сколько у вас тренингов в году? В том году я на сцене провел 218 дней. То есть остальные дни вы просто готовитесь? Остальные дни занимаюсь бизнесом, другими проектами. У меня не только один, там, есть остальные проекты. Фильм сняли, Аят Продакшн, там строится отель, здесь начинается строительство бизнес-центра, есть проекты, бинтест, ну разные проекты. Там Атера Кэпитал, инвест-проект инвестиционный, микрофинанс-организация. Еще был Энрайс. Ну, сейчас Энрайс стоит, Атера Кэпитал тоже сейчас временно отдыхает, но остальные чуть-чуть работают. А что больше всего приносит удовольствие? Кайф? Да. Ну, тренинги. У меня более трансформационный тренинг, я меняю людей, я не обучаю, я меняю. Так, здесь у вас Козеларда, Ахтау, Тарас, это май. Сейчас у нас март, 25 марта вы летите в Ахтау. Вот в Алматы мы начали, вот сейчас проходит, после Алматы, Чемкент, потом Астана, потом Ахтау, Алматы, Ахтубе, Чемкент, Астана. О май гад, это все ваше воспитание? Да, каждый тренинг, вот шесть дней, один день практикум, потом два дня СБМ, потом трехдневный ЛБИ. Ну, вы даете людям, наверное, все вот эти вот рабочие тетради, да, то есть это у них есть какой-то материал, с которым работать? Нет, тетрадь, журнал дается, а слайд скачивается. Сколько у вас обычно слайдов на одном вашем тренинге? Ну, более двухсот, по-моему. Я просто была недавно у Игоря Мана, там у него было 300 слайдов за пятичасовой, по-моему, тренинг. Я обалдела. 300 слайдов, это круто. Каждый человек думает, что он управляет своей жизнью, управляет собой. Нет, ошибается. Мы над собой мысленно-аналитично управляем всего лишь на 10%. На 90% нами управляют другие вещи. Ну, в общем, это наш характер, это наш инстинкт, рефлекс, наши убеждения, привычки и наши старые травмы. А что делает Аманжол, а я эти вещи меняю. Как? Ну, через разные упражнения. Там огнехождение, если бывает, закопай из человека. Короче, вы наш Тони Робинс, я поняла. Да, в принципе, да, у меня пара тренингов похожи на Тони Робинс. Ну, вы у него были? Да. В каком году? Ну, у Тони с 2010 года я, по-моему, в последний раз, это был в 18, не в 18, а в 19 год, это бизнес-мастер в Майами. Вот это был четвертый тренинг. Я потом записался на коуч его, групповой. Потом у нас карантин начался. Помните свою первую встречу с Тони Робинсоном? В 2010 год, да. Я с ним лично вот так не знаком. Это невозможно, потому что нам 20 тысяч... Ну, пришли на мастер-класс, пришли на тренинг. Да, «Разбудить Висполина» первый материн. Как называется? «Разбуди в себе Висполина» первый тренинг. У него вот «Разбудить Висполина», потом «Бизнес-мастер», потом «Свидание с судьбой», потом «Круповой коуч», у него потом «Вип-коучинг». И как поменялась ваша жизнь вот после того тренинга первого? Получил больше энергии, потому что это же большая дискотека. И как в какой-то блоке ушли, да. Мыслил, вот начал мыслить масштабно. Вообще секрет любого бизнес-тренера в том, что он где-то получает знания, а потом их передает, да. Вот у кого обучаетесь вы? И, кстати, многие бизнес-тренеры не рассказывают, у кого они обучаются. Но кто есть на рынке, вот, в топ-то по всему миру, у всех я проходил. Джек Кенфилд, Исках Адизис, Стивен Кови, Робин Шарма, Роберт Флетчер, Роберт Киасаки, Брайан Трейси, из наших, Радислав Гандапас, Кирилл Кунинский. Те, кто обучает. Маргулан Ситимбаев. С Маргулан Ситимбаевом, да, я не проходил, но мы бывали там пару раз вместе и вели тренинг. Да, у нас, по-моему, какой год? 19 год мы этот, во дворце республики вместе провели. Это в Рухани форум был. Ну, он ваш конкурент или все-таки вы бы у него тоже поучились? Я не думаю, что Маргулан Агам не конкурент или кто-то другой. У меня направление вообще другое. Если там Маргулан Агам обучать по Кайдзен или там остальные по маркетингу, кто-то по Инстаграм, а я, по-моему, единственный мотиватор и единственный трансформатор именно в Казахстане или даже в СНГ. И это первый. И тем более у каждого тренера или певца есть своя аудитория. Есть те люди, которые обучаются у Маргулана, есть те люди, которые обучаются у вас. Но, как правило, эта аудитория, она ко всем ходит. Да. То есть она, если учится, то она тоже, как вы, проходит все. Ну, потому что этот путь знания бесконечный. У вас пишутся книги, снимается сериал, да? Тут академия, тут звонки, да? Завтра вам лететь в октаву. Все хотят успевать все, но физически у человека там 18 часов, да? В основном, в основном я даю, я делегирую в основном. Вот у меня самой пять помощников. Это секретарь, личный помощник, еще три охранника, еще водитель дома, вот все они систематизированы. А зачем вам три охранника? Ну, всегда же один не буду ходить туда-сюда. Ну, три зачем? Ну, потому что вот я с вами общаюсь, машину иногда вот посмотрели, они же устают. Да, у меня больше энергии, они устают сильно. И вы просто, чтобы они как-то распределяли, да? Два на два, два на два. А, то есть, получается, три охранника, но они работают там, скажем, вахтовым методом. Да, когда двое работают, один отдыхает. Потому что они сильно устают, потому что тренинг у нас начинается, если там, 10 часов до 10 вечера, а после этого же я не буду спать. А вот охранник, он в смысле телохранитель ваш, он, были какие-то случаи нападения или какие-то риски для вашего? Для вашей личной безопасности? Ну, да, пришлось пару раз. Было? Да, после этого вот пришлось. А что это было? Ну, нападение. Ну, есть еще люди, ревнуют кто-то, кому-то не нравишься. Пару раз так получилось, после этого мне пришлось. Ну, вот к вам сейчас пришла Айгерим, да? Она сейчас за кадром, мы ее покажем. Айгерим сейчас проходит СБМ, секреты мастерства бизнеса, да? То есть, как она поменяться должна, да? То есть, если мы говорим о трансформации, да, то человек должен там изменить свое мышление, да? Ну, если у человека, скажем, есть желание, но нет средств, да? Или там человек сам по себе, по природе нерисковый, да? Вот, например, лень возьмем, или боязнь нерискованность, да? Или халатность. Это же не от знаний, это же от характера. А характер когда формируется? От воспитания. Потому я не обучаю, может быть, я воспитываю людей. А как перевоспитать сорокалетнего человека? Он уже все, сформирован, знаете, он сорок лет спал до обеда, сорок лет висел у кого-нибудь на шее. Нормально, у меня сейчас проходит один миллиардер, ну, ему 55 лет. Ну, меняется человек. Бросил пить, занялся спортом. Просто так объяснить я здесь не могу. Вот вчера я, если начал 10 часов, закончил 10, значит, вчера я и до 11 часов выступал. Без кофу-брейка, если посчитать вот так. Это есть упражнения, есть какой-то техники, и человек меняется. Но еще я думаю, что у вас нет конкуренции, потому что в казахоязычном сегменте, ну, по сути, вообще мало, да, бизнес-тренеров. Нет, сейчас много. Чему они обучают, я не знаю. Потому что я их не изучаю. У меня свой путь, свой подход. А по поводу того, что вот, если вот человек поощряет тренинги, нету средства, ну, для того, чтобы открыть бизнес, средства — это не первая проблема. Первая проблема — характер человека. Если идея человека, например, если у человека есть идея, реально грандиозная, он может привлечь инвестора. А почему он не может привлечь инвестора? Потому что не умеет убеждать. Там где-то блоки или там навыки не хватает, да? А почему он не имеет идеи? Потому что все чакры закрыты, человек нормальной идеи не имеет. Потому что чтобы стать бизнесменом, это деньги не проблема. Потому что нормальный бизнесмен, эффективный бизнесмен всегда использует средства других людей. Ну, не всегда. Ну, в основном... Ну, чаще всего люди идут, там, берут кредиты, занимают деньги. Ну, да, примерно. Но это, по-левому, это деньги банка же. Да. И многие вот... Предприниматель — это кто? В первую очередь лидер. Лидер — это кто? Это он организатор. Например, я не знаю, что такое бухгалтерия. Не понимаю. Я вообще не понимаю в маркетинге. Ну, да, стратегически понимаю, но технически не понимаю. Точно так же, вот, респрецидент не понимаю. Я не управляю компанией, управляет директор, генеральный директор с опытом. Как остальные обучают. Вот, если хочешь стать бизнесменом, ты должен знать только Инстаграм, ты должен уметь делать сайты, о финансах разобраться, или там это, 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 это. Бизнес — это командная игра. Бизнес — это футбол, а не бокс. Это компания, которая у вас стала на карантине, Enrise. Это Бады. Да, Бады мы производили в России. Вот часы, аксессуары у нас шерстарские, а вот это кожное изделие, сумочки, производство в Турции под нашим брендом. То есть, это что, был вообще сетевой бизнес? Да, мы через сетевой маркетинг реализовали эти товары. Так, здесь Академия Лидерства и Бизнеса, Аманжол Интернешнл. В каком году вы, вот скажем, юридически основали эту компанию? Как ИПО, он открылся, вот, когда мне было 16, это седьмой год, да? Как то, 2011 год. А сколько сейчас в Аманжол Интернешнл работают людей? Ну, в данный момент, вот, есть штатные, нештатные, около 70 человек. 70? То есть, это их задача организовывать семинары, тренинги, курсы, коучинг? Да, один отдел это рекламирует, другой продает, есть финансовый отдел, отдел производства. Самое главное, чтобы вы были живы-здоровы, потому что их задача продавать, а ваша задача потом везде ездить, выступать, да? А где вы берете энергию? Потому что я сама часто выступаю, я знаю, как много я отдаю, и затем мне нужен потом один день, чтобы восполниться. Нет, вообще, как появилась компания «Энрейс». «Энрейс» — это «Энэджи Райс», подъем энергии. Вот, 2017 год, вот тот год, почти год выступал, и в конце уже упадок, и начал использовать разные БАДы, чтобы поддерживать организм в тонусе. Чтобы иммунитет был, да? Да, в тонусе. И тогда и родилась идея «Энрейс», да? Ну, от что я черпаю энергии? Ну, думаю, это, в первую очередь, от целей. Второй, ну, кайф же, когда, да? Я по Казахстану, по-моему, воспитал более 100 мультимиллионеров. С нуля это. Тенговых мультимиллионеров? Нет, в долларах. Долларовых? В тенговых миллионерах не бывает же. Это просто люди вот так придумали для себя. Вот с нуля кто-то там рынок построил, кто-то супермарк построил. 100 мультимиллионеров долларовых? Да, более 100. Это где-то 50 человек от сетевого маркетинга, 50 вот традиционные бизнесмены. А есть ваши ученики, которые будут, скажем, продолжать именно то же, как и вы, вести там бизнес-тренинги? Если я дамбрист, кого-то вот играть на дамбре, научить можно. Но тренерство, это исходит изнутри. Потому у меня ученика нету. Я не думаю, что будущее будет. Короче, конкурентов вы не взращиваете. Можно сказать, это не конкуренты просто, а есть те люди, которые как-то тренера у меня проходили обучение. Вот когда вы потеряли 3 миллиона на карантине, да, то есть вот ваш опыт, он вам не помог? 2 миллиона долларов я потратил, свои средства ставил, и еще оказался где-то плюс-минус 1,5 миллиона должным. Ну, 3 миллиона возьмем примерно. Ну, конечно, человек учится. Но это просто, понимаете, это не из-за карантина, просто это мой тупизм. Я так думаю. Потому что у меня же был же выбор страховать этот товар. Я же не страховал, и все, все сгорело. А зачем вот бизнес-тренеру иметь столько бизнеса, да? Тренерство для меня, да, в данный момент он работа, но он в будущем будет хобби. Ваш тренинг такой в узком кругу стоит там в районе 2 тысяч долларов, да? Ну да, если илбей, да. Ну, вы собираете 10 человек, это 20 тысяч долларов, да? Зачем вам иметь там продавать какое-то спортивное питание, да? Ну там, это же куча магазинов, куча бухгалтерии, налоги, люди. У меня было интервью с Ильмуратом Довлатовым. Он тоже крутой бизнес-тренер, да? У него огромное количество аудитории. Мы вместе начали почти. Вы вместе параллельно. Он, кстати, второй у Нурбекова проходил там первый его тренинг. Мы ученики Нурбекова, да. Ну, правда, он... А он на русском был, а на казахском. Да, ну вот смотрите, вы вместе начинали. Я тоже не понимаю, зачем ему столько бизнеса? Когда у тебя есть классный продукт, это твои знания. Кто-то кайфует от зоны комфорта. Кому-то это нравится, да. А я кайфую от развития. Если вот... Ну, вы же, получается, вот эти деньги, которые на тренинге заработали, идете и инвестируете в другой бизнес. Да. Ну, я сейчас хочу, вот в следующем году уже инвестора подготовил. Хочу вот открыть школу, как вот Мирас. Думаю, вот до 2014 года, 24 года мы закончим. Думаю, вот планирую так. Ну, я кайфую от этого. Отдел продажи у нас. Они продают вот... Вас продают? Да-да-да. Меня продают. Меня не продают. Продают мои тренинги. Саламасызба. Саламасызба. А с кем девчонки разговаривают по телефону мужчины? Молодые. Ну, клиентами. Клиенты. А-а-а. Да, люди записываются. То есть это колл-центр, да, получается? Да, колл-центр, радиопродажи. А кто здесь руководитель? Вот Тлиу. Пойдемте к нему подойдем. Саламасызба Тлиу. Хаунсгалай. Динара. Тлиу, сколько у вас вот в день КПА и сколько вы должны продать тренингов? Без коння минимум елю депоямс. Елю? Да, елю депоямс. Это е-командоллар, да? Который... Да, это практикум, презентация. Практикум, презентация. Это... Сто долларов. Сто долларов, да? Да. Сто долларов, что-то как-то у вас скромненько. А вот когда такие вот, скажем, где узкий круг людей собирается, вот где по две тысячи долларов, там какой у вас КПА? Они не продают. Там уже сразу человек участвует на практикум, в конце практикум сами записываются. А, после практикума, да? Там конверсия у нас где-то 35-40% аудитории. То есть сначала человек за сто долларов заходит? Потом по тысяче долларов СБМ, потом ЛБИ. Нет, это КПА, это у них минимум по 50. Это не целого отдела, это одного человека. Одного человека? Да. А-а-а, одного человека. Да. Слушайте, здесь сидят где-то человек 10. Целый отдел, не можно 150, там, что, по две будет продавать. Я думала, ну, я думала, получается, у каждого человека 50 продаж в день. Да. Это, получается, 500 продаж в день. Да. И 500 умножаем на 30, 15 тысяч. Да. Слушайте, ну круто. Да, мы хотим, чтобы в этом году у нас проходили обучение где-то 30-50 тысяч учеников. Ну, это очень масштабно. А сейчас у вас сколько проходит? В год? Нет. В месяц вы хотите? Или в год? Нет, в год вот цель 50 тысяч. А в том году у нас в год где-то, по-моему, если не ошибаюсь, около 17 тысяч. Аят, это ваши бизнес-книги? Здесь не только мои. И вот по Казахстану он реализует бизнес-книги, бизнес-романы, книги по психологии. Своих книг я сам печатаю, а эти книги просто покупаем подешевле, продаем подороже и все. А где ваши книги здесь? Здесь моих вот. О, здесь, ну, отдельная полочка, да? Да. Продается в меломане, везде продаются. Женампоздарку пьяс. Это секреты победителей, да? Да, да. Вы, получается, интервью со всеми с ними записали, да? Да, да, целенаправленно. Вот что объединяет всех успешных людей? Энергия. Энергия? Угу. То есть должно быть очень много энергии, да? Да, масса энергии. А еще какие качества? Ну, думаю, первое, энергия. И дух, рискованность, и коммуникальность. А здесь мои стихи, вот, мотивационные. Угу. Какое у вас любимое самое стихотворение? Ну, всех люблю, потому что. Да? А души же, главное. Ну, который, вот, скажем, трогает за душу, и который, вот, прям, реально мотивирует. Ну, это мин саған сенемен. Бәлкім сене танымаймын көрмегем. Джандыппілэм селасқанға төрберер. Мақсатың бар сезеем достымышымнен күдігіне көңүлімнің көмбеген. Кызықтырып жүрген, чығар сенеде өр тұлғалар, өз сүнді өрлеген. Сенем саған, аляға асу аларсын, умтылғандың, отылғанын көрмебем. Джайлап, джайлап, дженгстергі жетерсін. Баспалдақтан бастау алар төрдебен. Давайте вернемся к Ютьюбу. Вы все-таки сейчас активно развиваетесь в социальных сетях. У вас в Ютьюбе уже и серебряная кнопка, да, приближаетесь к золотой кнопке. Какие планы на Ютьюб? Нет, у меня был менеджер в том году, в 2021 году. Я ему дал четкое задание. Хочу вот миллион подписчиков, что бы ни было. А он мне уверяет, это невозможно. А ему объясняю, невозможно не бывает. Ну кто-то же получает, ну он предлагает. Ну может быть, если фильм снять. Вот давай фильм снимем и все. Ну вот за три дня, по-моему, 20 тысяч подписчиков у меня добавился. То есть менеджер уже не работает? Да, сейчас не работает. Менеджер ушел, но идею оставил? Да. И вы ее реализовали. Сколько потратили на этот фильм? 55 миллионов тенге на сериал ушел, ровно 55, ровно. И еще 16 миллионов на презентацию фильма. Потому что мы сразу, фильм появился, полтора тысячи человек в Алмате, около тысячи человек в Чемкенте, около 500 человек в Астане мы сделали презентацию фильма сразу. Но вы на этом фильме не зарабатываете, да? Пока. Там у вас есть продукт-плейсмент, какая-то реклама. В канале, если будет побольше подписчиков, это же означает узнаваемый ассортименте, он поднимается, вот честно. И там еще книга продается. У меня только не один. То есть вы его используете как маркетинг, да, сейчас? Да, он как имиджный проект. Вот так вот, 55 миллионов просто ты тратишь на имидж? 55 миллионов, плюс вот возьмем 15, так дальше. Короче, 70 миллионов вы просто тратите на имидж. Аманжол, ну вы все эти деньги, которые вы тратите на фильмы, на все, то есть опять берете же с тренинга? Да. На вашем месте, я бы эти деньги собирала, вкладывала в акции, криптовалюту. Вот сейчас зарабатывается, вкладывается в Аманжол Тауэр, мы бизнес-центр строим, и Айат-резорт, отель, еще вот школу хотим, еще бинтест. Да, вот отсюда зарабатывается и инвестится на другие проекты. Ваша супруга, когда выходила за вас замуж, она выходила за уже тренера? Да, уже тренера. То есть сейчас она видит своего супруга гораздо меньше, нежели когда она выходила замуж? Да, придется иногда чем-то же пожертвовать. Нормально к этому относится? Да. Ну, бывает иногда, я с собой забираю в командировку. Слушайте, ну вот если вы говорите, в прошлом году 200, там сколько, 18 дней вы отсутствовали дома. Но это же на самом деле для любой супруги, это нонсенс. Как она это переживает? Ну, я же тренер. Как-то, может, перевоспитал. Может, ну, она подстраивается под меня. Ну, при этом у вас четверо детей, вы еще успеваете рожать. Ну, планируем еще подбираться. Супер, супер, супер. Как ваши родственники относятся к тому, чем вы занимаетесь? Потому что, ну, у нас в Казахстане все равно, это, скажем, бизнес-тренер, это не казахская профессия. Нет, у меня мама умерла, из родных только имеется сестеренка, она замужем. Ну, остальные почти, что я вот редко общаюсь. Почему? Ну, вот только забывается, вот, если похороны, если той, да, а мой тел присутствует, или жена присутствует, если у меня там тренинги. А в остальное время, ну, честно, нет желания, потому что нет времени. Когда человек живет в таком режиме, да, когда там тренинги, очень много работы, ему все равно нужно, ну, как-то расслабляться, да? То есть, вот вы говорите два раза в год, вы путешествуете. Есть у вас какой-то хобби, который, может быть, вас заряжает? Кто-то там бегает в триатлоны, да, кто-то яхтмены, кто-то на лыжах коняет. Вот, вот, честно, у меня хобби нету. Я с детства работал, я даже вот не умею играть в футбол или остальные спорты вообще. Да, бывает иногда. Просто ради компании, там, поднимаешься в горы, там, на лыжах, да? Друзья есть у вас? Да, есть. Много? Мне кажется, у вас есть время на дружбу? Это же, тоже нужно уделять этому время. Друзей очень мало, но очень много партнеров и очень много знакомых. А с кем вот вы делитесь? Какими-то идеями, секретами, мыслями? Ну, в основном, думаю, женой. Потому что, если я... Кому вы доверяете больше всего? Я никому не доверяю. И советую. Почему? Ну, я доверяю Богу и в себе, может. Даже бывает, иногда себе не доверяю. Ну, всегда мне нравится, сказать, под сомнением. Потому что лучше готовишься. А когда полный уверенность будет, это уже провал. Человек начинает расслабляться. А когда полностью кому-то доверяешь, когда в конце бросает тебя, или там нож в спину, это очень больно. Тем более, я творческий человек. А было такое? Ну, да. Предательство? Много раз. А на жизнь успеваете тратить? Да. На что? Ну, на машину. Какая у вас машина? Mercedes GL, Mercedes Maybach, Audi R8, еще один Mercedes, еще Audi A8. Вот пять машин. Зачем? Ну, нравится. В прошлом году, вы говорите, 218 дней вы потратили, вы были в командировке, да? Но эти 218 дней, эти машины, по сути, стоят у вас в гараже. Когда я ставлю цели, свой мозг как обманываю? Вот, аманжол, если достигаешь этот, 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 я тебе подарю вот этот. То есть, это ваши подарки, получается, да? За ваш труд. Да. И мне нравится постоянно менять. Путешествия? Ну, часто путешествуем. Семьей, вот, год, это как минимум дважды. А дети, сколько у вас детей? Четыре. Четверо детей? Вот вы их обучаете в частных школах? Да. Они все учатся в школу Шухан. Самобразование вы... Не жалею вообще. Подготовительная школа, потом тайкондо, шахмат, бассейн и лакопед. У дочери школа, бассейн, танцы, фортепиано, потом еще. А еще она вокал поет. А вот двое младше, они в садике. В супругу инвестируете? В данном этапе она мне помогает, она сейчас продает моих книг. Я же автор 10 книг. То есть, супруге вы отдали часть своего бизнеса? Да, маленький, да. Да, то есть, она занимается только книгами, да? Да. Ну, так активно не работает. А как вы семейный бюджет распределяете? Я семейный бюджет не управляю вообще. Я даже с собой денег не ношу. А кто носит ваши деньги? В основном бухгалтер, финансовый директор. Потому что всегда должен быть отчет. А я такой человек, если у меня 5 миллионов сегодня есть, он до утра может быть, я потрачу. Ваши тренинги не дешевые, да? То есть, люди, которые идут на тренинг за 2000 долларов, они ждут, ну, какого-то там, наверное, сразу такого change, да? Изменения в своей жизни. Трансформация чудного. Да. Но если эти трансформации не происходят, ну, человек наверняка захочет вернуть деньги. Были такие случаи? Недовольных клиентов, недовольных учеников от SBM, от LB никогда не было до этого времени вообще. А может именно в разных программах, там недовольство, например, там, начинается программа, возьмем групповой коучинг. Бывает, иногда мы там дату перенесем, потому что у меня времени не бывает. Но в это время, да, пару конфликтов, пару негативов были, но... Но никто не требовал обратно вернуть деньги? От тренингов нет вообще. Вообще. Потому что они все довольны. Все довольны, да? Все на 100. Для меня чувства, это похвалы, Абеке, Рахмид, это не важно для меня. Для меня важен результат человека. Вот человек, например, один ученик, оказывается, он работал, масло поменял, вот, на S-T он работал, зарабатывал 100 тысяч тенге в месяц из Чимкента Джасулан, и участвует на тренинге, и после тренинга сразу за 3 месяца там открывает один S-T, дальше, дальше, дальше. И вот для меня важен результат. Вот до меня и после меня. Если до меня там зарабатывал 100 тысяч тенге, и после меня через месяц там человек рискует и начинает зарабатывать, ну, примерно полтора или два миллиона тенга, это результат. Вот мой джелл мне подарил мой ученик. Я не купил, мне подарил ученик. И Р-8 тоже подарил. Это подарки. Я вот, по-моему, в год я больше тысячи букетов получаю от слушателей. Слушайте, ну, круто. Я даже не знаю, сколько я букетов получаю. Если, да, если они недовольны, если они не чувствуют результат, не чувствуют изменений, просто они цветы или картинки, или часы, они не будешь дарить? Слушайте, но знаете, что мне больше всего нравится, что вы даете знания, и люди начинают действовать, да, потому что, к сожалению, у нас, ну, большинство людей, да, в Казахстане получили знания в школе, получили в университете, и на этом все, никогда книги не открывают, то есть знания не получают, а это же как раз то, что вы даете, да, это же вот то, что необходимо, да, нашей стране сейчас. Дина Рахан, дело не в знании. Все мы умны. Вот каждый человек, каждый человек понимает, да, вот утренний подъем, раненый подъем, и спорт полезен, но каждый второй же спортом не занимается. Каждый человек понимает, что рисковать полезно, но не каждый рискует. Каждый понимает, читать бизнес-книги или мотивационные книжки полезно, но не каждый считает. А вот я тогда задавал вопрос, это был 2011 год, почему мы делаем то, что делаем, зная, что это неправильно, или почему не делаем то, что надо, зная, что это эффективно и это полезно. Понимаете? Оказывается, от знаний пользы нету, если характер не тот, а я меняю характер людей. Вот потому я не даю знаний, я воспитываю, я меняю парадигму людей. Вот, например, он, если до меня меланхоник, через неделю он становится санглиником. Понимаете? Если до меня он закрытый, такой застенчивый человек, после меня он как-то такой открытый, да? Я сам, иногда бывает, бывает, что я сам в шоке. И все это за два-три дня? Это за пять дней. Вы психолог? Да. Я психотерапевт в какой-то степени. Потому что вот на моем тренинге огнеохождение блоки снимает, прощение полностью ощущает, лабиринт, вот это вообще другая игра. Есть еще это кодирование на успех. Психологически под гипнозом кодирование на успех. Короче, вы все вот так вот со всего мира взяли? Взял и все, в один лбей. Супер. А на что вам нравится тратить деньги? На благотворительность. Каждый год где-то я тратил 50-100 миллионов денег на благотворительность. Как это происходит? Во время урозы и каждый год с ом, да? И на 57, включая продукты, вот раздавали. Трижды был. Покупаю квартиру, помогаю вот так. Слушайте, ну здорово. Еще есть пара детских дома, которые мы постоянно по мере возможностей помогаем. Было у вас такое, что вы провели тренинг, и вот у вас среди учеников, ну вы видите, что прям есть потенциал, да? Такие предприимчивые молодые ребята, в которых вы инвестируете. Были, помогал просто так. О, у вас Баглан Абдраимов обучался? Супер. Да, может быть, до ноль был результат, потом изименчая чистая прибыль, мы открыли Куна Пицца, потом Спортстайл, 9 миллионов тенге. Но мне больше всего нравится, что Баглан, мой хороший друг, Баглан Абдраимов, певец, он оказывается... Да, школу открыл он. Он получал 2 миллиона, а сейчас получает 6 миллионов. Так, вот девушка Шовлада Исен, студентка, у нее было ноль, сейчас получает 9 миллионов. Ну, 9 миллионов, это что она, чем занимается? Куна Пицца. Пиццу от пиццерии открыла? Да, пиццерия, да. Три точки, потом еще этот спортиводежный продукт. Так, вот смотрите, вот тут девушка массажа сауши, да, массажист. Да. Получалось 700 тысяч, сейчас у нее 5 миллионов. Да, плюс-минус. Слушай, ну это истории реальные, да? Да, реальные. Обалдеть. Четкие. Я знаю, что у вас есть еще программа коучинга, да? Вы берете на коучинг годовой, и он какой-то вообще стоит безумных денег, 200 тысяч долларов в год. 100 миллионов тенге. Что за тренинг за 100 миллионов тенге? Год, вы что там, человека полностью перешиваете? Нет, если я лично... Перепрошивка? Да, если я лично работаю, например, да, предприниматель, возьмем, примерно, зарабатываю там 5 миллионов или 10 миллионов в месяц. Я могу сделать так, что в течение года он заработал 1 миллион долларов. Как? Вот так. Ну как? 24 на 7 полностью контролируется маркетинг, контролируется команда, контролируется менеджмент, контролируются продажи. И самое главное, именно в коучинге я даю вот такие стратегии, которые я вот... и вот эти стратегии, которые даются в коучинге, я не даю на тренинге. А что это за стратегия? Поделитесь с нами. Ну, это СБМ, вот. Секрет бизнес-мастерство. Сколько у вас на такой годовой коучинг людей приходит в год? Ну, 4-5, не более. Ну, я мог бы собрать толпу, но... Слушайте, ну, цена, честно говоря, какая-то нереальная. 100 миллионов тенге – это too much. Сколько транши они должны сделать? Ну, сначала 30%, 30-30 вот так. За 100 миллионов покупают машину же. Обучение более же ценно, чем авто или чем квартира. Ну, квартира останется, а знания можно и не использовать. Ну, а вот именно в коучинге используется, применяется. Сразу? Да, потому что вот девиз нашей академии – это учись, применяй, достигай. Человек достигает к цели только тогда, когда применяй то, что усвоил. А почему вот наши казахи все равно предпочитают купить на 100 миллионов тенге квартиру или машину, нежели пойти на коучинг? Ну, это менталитет. Просто всем нравится зона комфорта, стабильность. А в этом жизни стабильности нет. А настоящий бизнесмен – это тот бизнесмен, который готов рисковать всем, чтобы достигать те или иные цели. Ну, я вам могу привести очень много примеров, когда люди рисковали, брали кредиты, да, то есть там открывали рестораны, там начинали какую-то стройку, да. Кто-то там из них сидит в тюрьме, потому что недостроил там ЖК, да. Кто-то прогорел на ресторане и все деньги, которые имел, там заложил квартиру, машину, тоже проиграл, да, скажем. Ну, понимаете, путь бизнеса – это как пойдем в гору, которую ты не знаешь. А без путеводителя, конечно, есть риск, что человек ошибается. Например, мы фильм сняли, да, «Бизнесмен». Ну, у меня было сколько консультантов. Кто были ваши консультанты? Ну, Рустим помог мне, вот Рустим Амаров в всяке, да, в бас-продакшн. Санжар сам знает, и ребята из «Салем Сошел». Мы многих сериалов изучили, и после этого приступили к сценарии. Вот мой подход к жизни. Чем бы я не занимался, нанимаю экспертов. Амажол, как правильно ставить цели? Потому что мне понравилось, вы говорите, я ставлю перед собой цели и с тобой договариваюсь, да. Если ты достигаешь этой цели, покупаешь себе «Майбах». В принципе, каждый человек имеет мечту, да, а цель-то другое уже. Цель-то, что когда четко обозначенный, срок имеет, и самое главное, чтобы цель, настоящая цель должен вдохновлять. А есть самый главный, к цели достигает не тот человек, который хочет, а тот, который заслуживает, и имеет острую необходимость к этой цели. Или это машина, может, дом, да. Почему люди не достигают тех целей, которые поставили? Потому что им хочется, а им эта цель, достижение этого цели, как воздух, не надо. А цель достигается тогда, когда имеется острая необходимость. Я могу привести вам пример. Очень много казахстанских семей, таких вот средних, да, которые работают на любимой работе, возможно, да, но им приходится снимать в аренду квартиру, все равно зарплата какая-то ограниченная, ну, в районе там 200-250 тысяч тенге. Что делать? Вот как поставить перед собой цель, ну, ты там, что сделать? Ты же не можешь из себя, я не знаю, выпрыгнуть, да, из своего тела. То есть нужно что-то такое придумать или вот, я не знаю, вот что-то поменять мышление для того, чтобы достигнуть цели. То есть вы говорите, цель приходит, цель достигается тогда, когда есть острая необходимость. Ну, у человека реально есть острая необходимость иметь свое жилье. Но он может к этой цели идти там годами и не достигнуть ее. Жизнь для нас, он как ресторан. Вот в ресторане мы что заказываем обычно? Заказываем тот блюдо, который знаем вкус. И в жизни точно так же. Вот человек цель ставить, да, опираясь на что? На свой вкус. А этот вкус как формируется? Его кто формирует? А те люди, которые окружают нас. Понимаете? Это социальный инстинкт. Вот если человек, если хочет он стать успешным, должен окружать себя успешными людьми. И начинает человек себя сравнивать с этими людьми, как сказал Антони Робинсон. Общайся успешными людьми, будешь мучиться, но расти. А когда человек достигает цели, он-то что-то получает, удовольствие, а если не достигает, что теряет? Ничего не теряет. Ну смотрите, человек может на своей карте желание, да, развесить пять известных бизнесменов, с которыми он хочет дружить. Что делать дальше? Вот, например, человек дом не имеет или машину не имеет. Нормально для этого человека. Он привык уже. Это зона комфорта этого человека. Почему? Потому что мы себя подсознательно сравниваем с другими людьми. Это первый круг. Слушайте, ну когда есть инстаграм, невозможно не сравнивать, да? То есть ты смотришь на других и думаешь, блин, у него там квартира, у него машина, у него вилла, у него там, я не знаю, семья, у него это. То есть все равно человек сравнивает. Да, на нас влияют люди. Я согласен, инстаграм влияет. Но инстаграм для нас это, по-моему, десятый или пятнадцатый круг. А на нас в основном влияют те людей, вот те контингенты, или это мама, папа, там жена или друг, который вот. Рядом. Каждый день общается. Потому что я каждый год целенаправленно вот ищу людей, знакомлюсь и все, начинаю уже дружить. И они на меня влияют. А человек, вот это интересно. То есть вы видите человека успешного и думаете, так, я буду с тобой дружить. А, вы ищете? Целенаправленно. Но человек не в курсе, да, что вы с ним собираетесь дружить? Да, он не в курсе, бывает иногда. А как вот подружиться с таким человеком? Ну, нетворкинг. Этому я обучаю, вот, вот, тренинг СБМ, он там обучаю, как наводить инвестора и партнера. Что должно быть для человека главное в жизни, чтобы ему всегда улыбалась удача? Самое главное качество — это любовь. Человек становится успешным, потому что любит. А любовь проявляется трем путем. Ищелмин, кушет ли, тамахабад. Намерение, желаешь лучшего. Или словами, или делами. Вот, если моя дочь, если там учится нормально в школах, это показатель того, что я люблю дочу. Если у моей семьи, там, финансовое положение материально нормальное, это показатель того, что я люблю свою семью. Потому что любовь — это что? Действие. Это забота, в первую очередь. Это риск пожертвований. Человек, когда пожертвует чем-то, да, ради этого человека. И умение прощать. Есть брат или там братишка, да, я их люблю. Показатель любви для меня — тот машин, который подарил я. Или тот, там, квартир, который я купил. А остальные, там, я дочу люблю, я жену люблю. Это туфта просто. Амажал, спасибо вам большое за очень интересную беседу. Я думаю, что вы сейчас многих вдохновили, дали мотивацию. И наверняка многие захотят к вам на тренинге. Потому что кто не Робинсону, да, и все едут, наверное, вот именно за мотивацией. из-за энергии. То есть это основное, да, что должно быть у бизнес-тренера? Нет, там разные тренинги же. Но вот именно Тони Робинсон, многие ходят, чтобы получить большей мотивации. Кусок мотивации. Друзья, получайте мотивацию, подписывайтесь на Аманжола, смотрите его фильм, покупайте его книги. А мы с вами увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok